18 мая на базе Могилевской детской школы искусств номер 5 прошел первый открытый конкурс фортепианных ансамблей «Радужные клавиши». Продемонстрировать свое исполнительское мастерство и побороться за лауреатские дипломы приехали 115 участников из четырех областей Беларуси. Проходил конкурс на протяжении всего дня. Молодые дарования от 5 до 14 лет выступали в пяти возрастных категориях, исполняя различные по сложности программы. Самые юные участники исполняли по одному произведению. Обязательным условием конкурса для остальных четырех возрастных групп было исполнение пьесы белорусского композитора. Многие упрекают, что наше время такое время конкурсов, конкурсомания. Но есть конкурсы и конкурсы. Есть конкурсы в рамках шоу-бизнеса, шоу-индустрии. Это совсем другой конкурс. Это дети. Для того, чтобы им сегодня выйти на сцену, это огромные-огромные усилия преподавателей и их самих. Потому что в школе музыкальной на ансамбле отводится время, так сказать, остаточное, почти нет. И то, что как они подготовлены, какой высокий уровень подготовки, какие замечательные дети, это просто чудо. Несмотря на усталость и напряжение, которое сопутствует любому конкурсу, жюри отметила высокий уровень подготовки участников. Лучшие из лучших юных пианистов удостоились званий лауреатов конкурса. Сам жанр ансамбля – это обучение просто человеческим качествам и взаимоподдержки, и взаимовыручки. Это же надо думать не только о себе, но и о партнере. А кроме этого надо еще, вот я их упрекнула в первом слове, что они сидят с очень серьезными лицами. Музыка такая веселая, играет хорошо, а такие серьезные. Ну вот уже после перерыва уже немножко все изменилось. Коллективные выступления действительно помогают развить много полезных навыков – сплоченность, общительность и способность брать ответственность и за себя, и за своего напарника. А как дополнительный бонус участники не только соприкасаются с творчеством, но и общими усилиями его создают. Музыка 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 Музыка